Привет! Ну и вот поподробнее могу рассказать, попользовались. Не могу сказать, что я прям мечтала о таком произведении искусства в квартире, но пришлось из-за жары купить. Сейчас расскажу, как подключили. Тоже это, конечно, не сказать, что все время так будет стоять. Уже купили оргстекло, чтобы попробовать помоделировать что-то. Так, сейчас вот подключен так. Кто, кстати, покупает, имейте в виду, что сзади у него тоже должно быть какое-то место. Он не может стоять вплотную к стене. Труба имеет вот и изгиб, и так или иначе он вплотную не встанет. Имейте в виду, что это в уголок прям не засунуть. Но по нынешней жаре это, конечно, спасение. Безумно рада, что этот продукт у нас есть на данный момент. Вот сейчас жара начинается у нас подниматься, температура уже 26. Надо его включать. Расскажу. В комплекте были вот такие пластиковые планки. Именно с этим кондиционером идут две штуки. Две нам достались от близкого человека, который тоже купил кондиционер, но они ему не нужны. Он сказал, забирайте, пользуйтесь. Ну вот мы временно поставили. Нам благодаря лишней планке хватает до верха загородить всю щель. Из-за чего именно щель у нас должна быть? Потому что сейчас перейдет солнце на эту сторону, и нам надо, чтобы у нас еще были опущены жалюзи. Если будут открыты жалюзи, а ты будешь охлаждать, смысла нет. Нагреваться будет быстрее, чем охлаждаться. Значит, это просто зажато. Она не крепится ни к окну, ни как. Там для того, чтобы соединить эти рейки между собой, были заглушки пластиковые. Вот я их поставила, подключила трубу и просто зажала между рамой. Вот, грубо говоря, цветочек, который всегда стоял для красоты, он теперь подпирает, чтобы, ну, если отодвинешь, то, возможно, там чуть-чуть откроется окно. Но оно не так, что прямо просится на распашку. Вот, пригодилось даже сейчас на данный момент. Вот это уже купили оргстекло прозрачное, чтобы посимпатичнее это все выглядело. Просто из коробки вырезали, приклеили на тейп, держится. Не мешает окну не открываться, не закрываться, проблем нет. Сверху не могу сказать, что оттуда задувает теплый воздух. Ну, пробовали, проверяли. Можно поставить картонку, если прямо вот у кого-то и сверху будет. Но у нас воздух выходит благополучно хорошо. Труба, да, действительно, она слегка нагревается. Но, к сожалению, таких совершенных продуктов не существует на данный момент. Поэтому вот пользуемся, как можем, охлаждаемся. Значит, расскажу здесь чуть-чуть поподробнее теперь по табло управления. Теперь уже знаю, что как. Значит, эта кнопка выбирает режим. Режим кондиционера, режим осушителя или режим вентилятора. В режиме вентилятора вот эта труба сзади не нужна. То есть, если он у вас будет использоваться как вентилятор, то, в принципе, по идее, он действительно может встать плотно к стене, и тогда проблем нет. Если как осушитель и как кондиционер, ему нужна эта труба, чтобы выходил достаточно этот, выдувался воздух. Если вы вдруг включаете в режиме осушителя, мы пробовали уже, то нужно откручивать эту заглушку. Есть в комплекте шланг. Шланг выводить либо в большую бутылку, либо в ведро, но не в чашку. Потому что, скажем, за 2-3 часа работы где-то пол ведра воды набралось при влажности в помещении 70-80%. При такой влажности все-таки он достаточно много отдает воды, и это нужно иметь в виду, чтобы не бегать все время там, не контролировать это. Эта кнопка, значит, это выбирает режимы, в каком работает кондиционер. Например, таймер, который выбирается этими кнопками. Мы не пользовались таймером, мы по температуре смотрим, повышается, мы включаем. Не надо, уходим из дома, выключаем. Бывает, оставляем работать. Значит, сейчас ставим пока все-таки то в одну комнату, то в другую. Больше в спальне, и оставляем открытую дверь. Он рассчитан на, по-моему, 25 квадратных метров охлаждения. И лишний воздух, как бы холодный, выдувается по квартире, и в других помещениях просто становится свежее и приятнее. А в спальне к вечеру достаточно хорошо охлаждается, и на ночь мы его выключаем. Спать с ним пока еще не пробовали, такой экстремальный прямо, ну, если, конечно, у нас будет ночью по 30 градусов, тогда, наверное, уже будем спать и с кондиционером. И это режим, кнопка, которая выбирает режим вентиляции. Очень мощный, средний, слабый и автоматический. В автоматическом режиме, если вы выставляете температуру 22, допустим, или 24, как только кондиционер достигает этой температуры, он уходит в такой, ну, тихий сохраняющий режим. Тогда он действительно работает как вентилятор, и спать при нем можно. Вот сейчас я включу. Вот я его включила, встаю чуть-чуть в стороне, чтобы прямо в микрофон не дул воздух, а то создаться ощущение, что он еще более громкий, чем он есть на самом деле. Как бы шум сравним с работой вытяжки, ну, не в самом лайтовом режиме, ну, так, и он помощнее. Вот примерно такой шум. Как только он достигнет заданной температуры, он уходит в такой более тихий режим вентилятора. Прием, конечно, уже можно, я так думаю, что и спать, и смотреть телевизор. Мы еще его как бы не опробовали. Опять же говорю, что у нас все-таки не, пока не такие жаркие ночи. Это жарко очень днем, но охлаждаем комнату и ложимся в прохладную, и потом при необходимости, если что, открываем окно на улице, как бы ночью свежее. А вечерами, когда со всех окон солнце, и все находимся дома, хочется какой-то свежести, прохлады. Сейчас вот он чуть-чуть поработает. Я помолчу от этой сторонки, чтобы мы примерно понимали, какая шумность. Сейчас я задам, вот у нас на 27 градусов на датчике, я задам повыше температуру, чтобы вы поняли. Я задам повыше температуру, чтобы выключить температуру, чтобы выключить температуру, чтобы выключить температуру. Прошло пару минут. Это уже режим поддержания температуры, в котором он работает. Опять же, я пройду примерно на это же расстояние, чтобы было понятно. Вот так. И сейчас попробую понизить до максимума. И вот он начинает в более интенсивном режиме уже громче работать, потому что охлаждение должно быть поинтенсивнее. В целом скажу, что у нас на данный момент режим включился, более сильного охлаждения. И он пришел в свое обычное рабочее состояние. Если выставить температуру где-то 24 градуса, такую более-менее комфортную, то он ее, ну, я думаю, что за пару часов в комнате достигает с 28, с 29. То есть рядом с кондиционером будет очень быстро, прохладно и комфортно сидеть. Но, ну, воздух должен смешаться по всей комнате, выдать на температурный датчик ему эту температуру. Ну, соответственно, ну, пройдет пару часов, пока у вас во всей комнате охладится до 22, допустим. И если у вас выставлено будет на табло 22, то он уходит тогда в режим вентилятора и через какое-то время периодически просто включает этот компрессор. Пару минут поработал на температуре 18. На датчике на данный момент 13 градусов и 8. Вы должны понимать, что если у вас где-то он рядом стоит с местом, где вы находитесь, то есть либо он у вас будет работать все время в холодном режиме, но рядом никто не находится и никому этот шум не мешает, либо вы его ставите в ту комнату, где вы и находитесь, ставите 24, но он должен будет там постоянно работать. Потому что как его выключаешь, если комната недостаточно охлаждена, очень быстро возвращаются, ну, температуры. Ну, это при любом кондиционере, хоть сплит-система, хоть какая. Если здание сильно нагрелось, и вы его не охладили достаточно, то выключая, температура, ну, начинает подниматься потихоньку. И насколько быстро она поднимется, зависит от нагрева в помещении стен, попадания там солнца в окна. В общем-то, это при любой системе кондиционирования. Поэтому мы выбрали такой путь, что мы максимально охлаждаем комнату и потом ее выключаем. Но это пока. Может быть, будет такая аномальная жара и ночами, тогда, конечно, будем пробовать еще какие-то варианты. Засниму, какие выходы мы из этого находили. Надеюсь, что кому-то помогло это видео. Определиться, по крайней мере, с выбором кондиционера, потому что есть охладители воздуха мобильные, а-ля вентилятор, где он с помощью воды. Есть вот такой мобильный кондиционер, есть сплит-система. Когда я искала информацию, очень много информации от производителей, но это больше рекламная, так сказать, информация, по которой ты понимаешь, как выглядит устройство, как переключаются кнопочки, но не более того. То есть, как быстро случается эффект охлаждения, какая температура в действительности может встать в помещении. Сейчас, как бы, сама могу про это сказать, поэтому делюсь со своими такими ощущениями уже после покупки. Это не рекламное видео, а видео, чтобы вы смогли более точно определиться в продукт, который конкретно вам нужен и удобен вам по использованию. До встречи! Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. До свидания!